всем привет дорогие друзья с вами виктор и его помощник красавчик сегодня мы приготовим суп харчо классика жанра тема знаешь что такое суп харчо нет ну сегодня узнаешь для хорошего супа нам нужно как всегда хорошая основа это хороший бульон да да хороший бульон берем мясо на косточке вот я взял отличную вот такую грудинку говяжий отличный будет бульон здесь выглядит много да на такую вот кастрюля у меня 5 литровая выглядит много но тут смотрите во первых нам нужен хороший бульон во вторых здесь в основном кости сейчас когда это все сварится мы все это разберем кости уберем и будет что-то еще покушать а если положить там 2 3 кусочка там потом и покушать нечего картинки поэтому я вот так вот делаю побольше заливаем все это холодной водой так теперь включаем огонь сразу я солю так мясо будет быстрее готовится и ты тоже пошли вот давай давай так с банки прям вот так молодец значит мясо сейчас ждем до кипения снимаем пену и потом еще добавим овощи крышку не закрываем приоткрытой крышкой я бульон наш закипел начинает закипать самое время сейчас нужно снять вот эту всю пену немножко так можно пошевелить мясо чтобы еще больше пены появилась так пенку мы убрали теперь у нас здесь овощи корнеплоды корень сельдерея обязательно для супов отлично подходит сюда же одну морковку и разрежу на две части лук-порей также кучерявая петрушка все это вот так теперь самое главное ставим медленный огонь принцип варения любых бульонов огонь должен быть чем медленнее тем лучше и не закрываем плотно крышкой крышка должна быть приоткрытая и вот так вот в таком виде будем варить где-то полтора два часа пока мясо не начнет отделяться от костей прошло у нас друзья два часа мясо наше готово сейчас нам нужно отделить его от костей потрясающий бульон получился овощи вот эти тоже убираем ну конечно их не выбрасываем не очень вкусный так просто солькой присыпать отлично пока ждем суп уже есть закуска так ну давайте разделаем мясо на порционные кусочки и на классные кусочки смотри какая тема вот это можно даже оставить вкусный ты тема можешь пока чеснок начинать чистить твое любимое задание вперед из песни диночка на сахарной косточке мясо мы разобрали вот столько вот у нас получилось так что не так что это много отправляем теперь эти кусочки мяса обратно в бульон убираем пока кастрюлю с бульоном в сторону ставим сковородочку на плиту будем делать зажарку для зажарки берем лук нарезаем вот так вот его полукольцами учиться за папой повторяет ничего ничего тяжело в учении наливаем на сковороду растительного масла у меня подсолнечное и и пассируем лук пассируем на среднем огне нам не нужно такой сильной зажарки нам нужен такой пассерованный тушеный лучок вначале пуска пускай прижарится а потом убавляем мелко порежем чеснок который нам тема любезно начистил он у нас тоже пойдет в зажарку лук слегка припустили слегка начал прижариваться теперь добавляю помидоры из банки в собственном совку если летом можно взять и свежие помидоры нет можно и томатную пасту просто вот так вот их раздавливаем теперь тушим это все на среднем огне так пять прошло у нас минут пять теперь добавляем сюда чеснок тоже вместе потушится и приправим здесь у меня черный перец острый чили и молотый кориандр приправляем сразу зажарку чтобы это все здесь хорошо разошлось ну и конечно же присолить на тема занят салатом в общем у нас будет сегодня еще и салат вот так друзья это сейчас еще потушим минутки 3-4 будем добавлять бульон пахнет потрясающе все друзья заправка наша готова убираю сторонку сюда ставлю бульон и выливаем сюда заправочку сейчас закипит и будем добавлять рис бульонов закипает теперь самое время добавить рис рис мы берем круглозерновой никакой басмати жасмин сюда не подходит такой должен быть круглый рис я его не промываю специально что вот этот крахмал он еще даже под загустит сейчас бульон не так нравится я не промывают и добавляем сейчас рис больше ничего не нужно добавлять сюда в харчоне картошки ничего только рис и заправка теперь друзья нам нужно порезать зелень зелени здесь понадобится много вот такой вот хороший пучок здесь у меня кинза зеленый лук петрушка и укроп все это мелко режем как пахнет кинзочкой я рис уже практически готов вот смотрите вот такой вот уже на этом практически мы готовы сейчас добавляем сюда лаврушку также берем лимон вообще в оригинале добавляется с кислая луча у нас сейчас вы чуть нету не кислое не сладкое поэтому мы возьмем дольки лимона добавим что просто хватит лимончик и деленюшка пошла и получается бомба и выключаем плиту даем этому всему настояться минут 15 хотя бы и наслаждаемся пахнет уже потрясающий друзья 15 минут прошло наш суп харчо готов смотрите какая красота лимончик кстати не хуже совсем чем ауча такой аромат дал классный какая бомба вах 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 что темач отведаем супца ну что друзья осталось снять пробу такой вкусноты смотрите какой суп какой салат вах 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 начнем с салата нагоним аппетит давайте пробуем ты первый не надо так много вот так давай оба рот сильнее открывай ну как сам себя похвалишь там себя не похвалишь давай я попробую ученик превзошел учителя это жирный жирный лайк ну салат мы попробовали давай теперь темочка попробуй какой у нас суп харчо получился с тобой вкусно вкусно ну чё ты так скромно вообще пробуешь смотрите для какая красота это супчик райский просто сказочный сказочный заряд тем не пробуешь кинзочка легкая стринка для вяжет бульон рис вообще ну все вместе просто сказка вот такой вот суп харчо друзья друзья на вам большое спасибо за ваше внимание за то что были сегодня с вами с вами был виктор и тема че до новых встреч пока пока готовьте харчо радуйтесь свою семью пока 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 я твой салат ладно